Приветствую вас. Расклад ситуации мне видится такой. Есть мужчина со своей ревностью, со своими страхами, со своими переживаниями, и с одной стороны, человек может, испытывая ревность, а значит, предполагая, что вы можете ему изменить, а значит, не доверяя вам, да? Может, хотеть того, чтобы вы действительно совершили то, чего он, по идее, боится, так, для того, чтобы подтвердить свою позицию, подтвердить свою позицию относительно, допустим, вас. То есть, подтвердить свою позицию относительно того, что вот, вы все-таки ему изменили, и так далее. Вот, и он, типа, того был прав, например, например, по отношению, допустим, к вам, там, вот. Может быть, и другая ситуация, когда человек, к примеру, действительно хочет, чтобы вы поступили, поступили именно так, действительно хочет, чтобы вы, к примеру, изменили ему, для того, чтобы убедиться, чтобы вы, чтобы убедиться самому, в том, чтобы убедиться, в том, что вы его, что принадлежите вы ему, и что все равно никуда вы от него не денетесь. Вот. Может быть, расклад и, к сожалению, вот такой. Хотя, понятно, что ни то, ни другое вас не радует. Но история здесь может быть такая. И, да, во всем лежит ревность, неуверенность в себе и страх измены. Вот, в данном случае, решать вам этот вопрос. То есть, будете ли вы, ну, будете ли вы делать что-то, он хочет. Будете ли вы поступать так, как он хочет, например, и так далее. Но, совершенно очевидно, что, вот, причины такого поведения, причины такого состояния, они в этом заключаются. То есть, да, это определенного рода отклонение до этого, это определенного рода такой фитиш, девиация. Но, в данном случае, это вот именно мужчина хочет, чтобы вы подкрепили его, в данном случае, его страхи. Тут только и всего. Вот. Поэтому, такая история. Поэтому, такой расклад. И, что-то вам противно, и что-то вы не хотите это делать. Это, это, так же, нормально. Вот. Значит, соответственно, нормально и то, что человек пытается, значит, отстраниться от этого, то есть, не хочет пригнавать, то, что у него есть некие трудности, вот. Человек, может быть, опять же, боится, да, боится признать, что у него есть какие-то, вот, проблемы. И, что говорит о его неконкурентности, то есть, несоответствие того, что у него, например, внутри, да, то, что он чувствует, и то, что он говорит, вот. Это, конечно, очень печально, это, это очень грустно, что он, такая вот ситуация имеет место быть. Но, изменить ее, изменить ее сейчас, возможности у вас нет, потому что это ответственность человека, то есть, только человек может исправить эту ситуацию, то есть, только человек может поменять эту ситуацию сам. Вот. Но могу сказать, по опыту могу сказать, что дальше будет хуже, что в том смысле, что человек будет все больше и больше, либо ревновать, либо науставить на то, чтобы вы изменили ему, вот. И, как правильно заметил мой коллега, Смирнов Андрей, что, если это произойдет, то вполне возможно, что он решил вас соответственно и обвинит в том, что вы это сделали. Вот. Так что, такая вот история. Такой вот момент. И дело здесь не в том, чтобы попытаться, например, человека понять, да? Дело здесь не в том, чтобы попытаться понять его и как-то вот проникнуть. Дело здесь не в том, а что будете вы с этим делать дальше. То есть, можно, например, взять на вооружение определенную тактику, вот, поведение, демонстрируя ему свое понимание, демонстрируя ему то, что вы понимаете, то, что вы отдаете себя счет в том, что происходит, вот, и стараясь как-то раскрыть его проблемы, так как он все-таки признал ее. Вот. Либо вы выбираете такую менее терпимую позицию и просто говорите, что я так не хочу больше, к примеру, мне так не нравится, ну, меня так не устраивает, вот. И либо ты решаешь свои проблемы с фантазиями сам, да, и со своей ревностью, то, что ты, там, хочешь меня к себе привязать и прочее, 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 вот. Либо мы расстаемся. Тут все зависит от ваших чувств к человеку, от вашей самостоятельности и от того, что, вот, как вы реагируете, да. Ваша реакция, она, ну, тоже вызывает некоторые вопросы, потому что, ну, противно, вот почему противно, да. То есть, ну, предложил и предложил. Как бы, вы можете этого не катеть, это ваше право. Никто вас не заставляет. Но у меня такое ощущение, что вы, как будто, вот, не знаю, как будто вину свои чувствуете, что ли. Ну, вот. Понимаете. Перед ним, перед ним. То есть, вы сами, получается, не уверены, вы сами, получается, ну, не очень чувствуете себя в безопасности. Такое у меня сложилось впечатление. Вот. Я бы рад ошибаться. Я рад, если, я буду рад, если не прав. Вот. Ну, пока так. Пока такая вот история. На этом все. Надеюсь, что мой ответ вам помог. Хочу сказать, что очень часто подобные вещи возникают, в том числе и потому еще, что недостаточно личностного восприятия, недостаточно общего, недостаточно общего между вами и молодым человеком. Вот. То есть, вы друг друга, грубо говоря, воспринимаете исключительно как мужчину и женщину, или в большей степени как мужчину и женщину. Но в меньшей степени вы воспринимаете друг друга как людей, как личности. И с этим может быть связана данная проблема. Решить ее может акцент на общие интересы, решить ее может большее развитие вашего взаимодействия, такого более личностного взаимодействия. Вот. Ну, это уже нужно решать более, так сказать, попробно, более детально. Пока что на этом все. Удачи вам, всего самого доброго. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. П helен. pä. Т�몽. Отлично. П делись. П Mほ. П Fi. М Konstками. Который. И жет. П